Я думаю, что, конечно, стоит идти дальше и включать в состав Евразийского союза новые государства, поскольку чем больше рынок, тем более высокотехнологичное производство возможно на этом рынке. Чем больше рынок, тем больше конкуренции и тем ниже издержки производства, тем выше уровень технологического и экономического развития. Чем больше рынок, тем больше уверенность этого рынка в случае ударов возможного глобального экономического кризиса. Я полагаю, что в Евразийский союз войдут страны, которые объединены следующими характеристиками. Они лежат к востоку от Евросоюза, у них нет шансов стать членами Евросоюза. В принципе, они видят в Евросоюзе неплохую модель, и многие стандарты и правила Евросоюза хотели бы взять к себе. И они объединены примерно одинаковым уровнем развития. Под эти правила, кроме России, Казахстана и Белоруссии, да, еще есть еще одна вершина характеристика, Эти страны не являются сателлитом Вашингтона и могут самостоятельно принимать решения. Не являются сателлитом Вашингтона и Брюссили, и могут самостоятельно принимать решения. Под эти характеристики, потенциали, кроме России, Белоруссии и Казахстана, подходят Украина, Молдавия, Грузия, Азербайджан, Армения, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, я думаю, что Иран, Сирия, Сербия, Египет.